Сухожилия в теле человека Желудка, селезенки, сердца, тонкого кишечника, мочевого пузыря, почек, перикарда, тройного обогревателя, желчного пузыря и печени Каждая группа представляет собой целостную систему, состоящую из сухожилий, связок и фасциальных оболочек мышц Энергетически связанных с одним из 12 органов Развивая сухожилия, мы развиваем силу соединительной ткани, которая создает определенную проводимость энергии в нашем теле Важно не деформировать, а укреплять сухожилия, усиливая их вязкость Самое важное здесь то, что сухожилия в меньшей степени, чем мышцы, зависят от энергии крови Им нужна длинная и сложная энергия, а не короткая, как для мышц Таким образом, запитывание сухожилий – один из самых сложных процессов, который зависит от общей целостности тела и способности сознания управлять энергией Развитие может отталкиваться либо от серединности, для этого надо понимать ось тела, либо от объема, то есть от целостности Сухожилия – уникальная система Уникальная система, которая предопределяет жизнь вообще человека То есть она настолько скрытая, настолько непроявленная, внутренне и внешне проявленная Потому что всех тянет, тянутся, что-то делает сухожилиями И, в общем-то, масса вопросов, которые предопределяют жизнь человека, на самом деле лежат в законах сухожильной системы В общем, две системы жизненно важные – это сухожильная и костная Это системы, которые не относятся к энергии ЦИ в реальности Или, так скажем, они не относятся к влиянию энергии ЦИ Сухожильная система – это энергия ЦИ, которая заложена в нас Костная – энергия ШЭН И две системы относятся к энергии ЦИ Это кровеносная и мышечная, хитрая кожная система Если активированы железы, значит, активированы, завязаны на внутренней железе Оно становится более сложной системой То есть кожная система может выполнять функции ЦИ и ЦИ, и ЗИН и ШЭН То есть чем сложнее энергия, тем менее она проявлена и видна Но это есть, даже если человек не воспринимает, или даже в это не верит, или не знает Вопрос – даосские методы, понимание сухожилий и, например, физиотерапия всем известна Это два разных берега, причем двух разных рек И так как все, что делает физиотерапия, оно никогда серьезно дооской медицины восприниматься не будет Как, собственно, все, что делает дооская медицина, никогда не будет физиотерапевтами серьезно восприниматься Только по той простой причине, что они не знают, как это дооская медицина на это смотрит Потому что степень воздействия или увязывания сухожильной системы в дооской медицине Она четко встроена в концепцию работы всех систем То есть искусство развития, оно всегда сводится к тому, как передать из мышцы энергию в сухожилия И, соответственно, опасность основная – это, если мы перетягиваем сухожилия, неправильно их формируем Так как разные группы сухожилия, одни работают на сжатии, а другие на растяжении Когда мы растягиваем какую-то группу сухожилия, мы должны реально понимать, а можно ли ее вообще растягивать То есть дооская система, она учит наполнять сначала энергией сухожилия, а вдали сухожилия ведет соответственно законные Представляете? То есть, если энергии достаточно сухожилий, и этот вид сухожилия работает на растяжении Вы и так будете растянуты, не надо вас там ломать и тянуть А если работает на сжатии, вы будете сжиматься А если не хватает как бы растяжки кому-то, дело не в сухожилии, а дело в энергии, которая не может заполнить сухожилия Если мы перетягиваем сухожилия, то мы просто рвем его и делаем человека хуже И в дальнейшем это просто будет растянутый мешок тела, который потеряет тональность А это самое важное для сухожилия, для тела быть в тонусе Неправильно развитые сухожилия, это потерять тонус И очень аккуратно надо относиться к растяжке Не просто аккуратно, а это вообще в даосской традиции запрещено Так как можно нарушить, помимо внутренних связей, связи с сухожилием с мышцами Потому что это группа очень важная Мышцы должны питать сухожилия, а не сухожилия обслуживать мышцы То есть сухожилия работают по принципу либо от себя к себе, либо к себе от себя То есть так вот группа сухожильной работает Конечно, здесь важна сама структура тела Если проблемы с сухожилиями, надо еще разбираться в дизайне тела То есть если есть проблемы в дизайне тела, в структуре тела То надо с него начинать, значит нарушена циркуляция энергии И можно работать в вертикальном положении, лежа и даже сидя Это разные формы создания напряжения В общем-то мы по природе можем, да, имеем три четко выраженные положения Стоя, сидя и лежа Соответственно у нас группа сухожилий и заточены на три формата усилий То есть иначе мы не могли бы сидеть или не могли бы лежать даже, или не могли бы стоять Это тоже, собственно говоря, понятие, которое нужно учитывать То есть если мы работаем с сухожилиями, мы должны уметь в трех форматах тела их прорабатывать Но вначале нам надо уметь правильно обратить внимание на саму эту систему Так же как и для женщин и для мужчин сухожильные группы, они разнятся Почему, например, сухожилия женщин более эластичны, чем у мужчин? Очень просто, потому что у женщины есть орган матки, который, естественно, может питать И у женщины, соответственно, энергии в сухожилиях гораздо больше, чем у мужчин И здесь нужно, собственно, вопрос ставить к матке женщины, как она энергетически обеспечивает всю работу тела, а не к сухожилию То есть прежде чем подойти к сухожилиям, нужно вообще разобраться во всех системах А если мы что-то делаем с сухожилием, это элемент настройки на саму идею сухожилия Да Да Да